Всем добрый день! У нас сегодня обед. И на обед первое блюдо это салат из индивия вместе с грецкими орехами. Вот такой вот интересный салат из листьев индивия и грецкого ореха. Я на самом деле индивий попробовала первый раз во Франции. Очень интересный такой овощ с необычным вкусом. А вы уже пробовали индивий? Готовите его? Безумно вкусный и хрустящий супер салат. Мне очень нравится. Так, и наше основное блюдо на сегодня это рис и курица по-тайски. Сисиль в Питере. С Питером жили очень долгое время в Таиланде в свою молодость. И Сисиль научилась готовить вот это блюдо тайское. И вот это тайское блюдо одно из наших любимых. Участвовать в чемидим, рис и курица по-тайски. Очень легко готовится к стаде. Истель ест с большим удовольствием. У Истель есть свой детский стул, но она хочет сидеть именно как взрослые. И после основного блюда у нас идет сыр. И мне, кстати, задали вопрос, почему именно сыр подается вот на такой вот бумажке в обертке. На самом деле это специальная обертка выдается, когда покупаешь большой кусок сыра. Вот в такой обертке сыр не портится. И обычно даже французы именно на такой обертке и подают. Потому что для праздников обычно кладут на доски специальные деревянные и подают сыр. А в обычные дни на повседневку обычно используется вот такая бумага. Еще такая интересная вещь. Обычно сыры не нарезаются, как у нас в России, да, нарезаются и кладутся на тарелку. Здесь прям поддаются вот такими большими кусками. То есть каждый человек отрезает себе столько, сколько он хочет. И сегодня у нас на десерт, французский десерт. Баба Рома, да, как ромовая баба. И стелька тоже готова. Нам положили вот такую маленькую порцию, потому что это пирожное, да, получается, такой десерт с ромом. А ребенку нельзя, ром. Но вот она все равно пробует, ей нравится. Ну, вот такой вот десерт, половинка у нас. У нас уже пошла вторая порция. И вот мой десерт. Баба Рома. Рома-баба. Очень нежный. И сейчас, после десерта, у нас второй десерт пошел. Наши профиля шоколадные. О-ла-ла, эстель пилет.